Не могла не включиться. Вечер, сейчас посмотрю сколько время, 6 вечера. Наконец-то я буду засыпать, глядя на фонарь. У нас идет снег, как же красиво, завораживает. Включу себе звук в юге и буду смотреть на фонарь. А еще вот абрикос не осыпался. Видите листья это дерева абрикос. Орех уже весь облетел, а абрикос еще стоит. Красота! Добрый день, дорогие друзья. 1 ноября. Как же у нас похолодало. Достала я все зимнее. И вы знаете, не жарко. Действительно, что будем делать зимой? Может быть, потому что очень ветер сильный. И вчера был сильный ветер, и сегодня. В общем, я еле-еле вытащила себя на улицу, потому что нужно было сходить. Закончился хлебушек. Закончилась куриная грудка. В общем, сходила в пятерку. Как все подорожало. Масло лебедянское, которое стоило 129 рублей. 154 рубля уже вот эта маленькая пачечка. Но это вот я только по маслу увидела. Может быть, еще что-то. Грудка, правда, не подорожала. В общем, не знаю, куда все катится. Как-то будем выкручиваться. Будем что-то думать. Будем искать какие-то выходы. Обязательно найдем их. В общем, иду. Немножко дышу воздухом. Сегодня даже не вышла на улицу. Нужно было, в общем, дальше работать с камином. Он высох. Нужно опять его шлифовать. Ну, такой сильный ветер, что я не могла себя заставить вылезти. Еще сшила один блок. Очень красиво получается, когда растет покрывало. Уже так вырисовывается рисуночек. Вот эти диагонали из двух видов квадратиков. Смотрится великолепно. Конечно же, вам покажу. Не знаю, насколько сегодня будет длинное видео. Какая-то сегодня лень на меня напала. Может быть, этот ветер. Может быть, этот холод. В общем, достала я свой комплект Шанель. И иду, балдею, потому что мне тепло. Вот. Очень удобно, когда магазин рядом. Был бы он еще немножко подешевле. Вообще бы было супер. Ну, лоточка грудки куриной. Два вида хлеба ржаной и семечками, которые я люблю. Хлеб сытный называется. Веточку бананов и что-то еще. 811 рублей. Вот. Ну, вот три минуты и я дома. Сейчас буду заходить. Опять поставлю чайничек. Заварю себе чайок с лимоном и буду продолжать дальше работать. Да, раскошелилась я, друзья. Заказала я все-таки этот коврик Олфа. Спасибо, что вы мне написали, что ножом нельзя работать вот этим дисковым на другой поверхности. Обязательно должен быть такой коврик. Громаднейшее вам благодарю. Вот. Эта информация, она бесценна. Я уже думала, ну, купила линейку, купила этот нож. Еще не пришел на озоне. Вот. Что-то доставка задерживается. Сегодня мне сообщение пришло. Но числа третьего получил. Вообще было второго. Ну, третьего. Не важно. Все равно коврик придет, по-моему, шестого. Поскольку я его сегодня заказала. И тоже нашла коврики подешевле. Семьсот рублей. Семьсот шестьдесят. Там восемьсот. Но не Олфа, естественно. Читаю отзывы и сначала хорошее-хорошее, а потом еще и как и режется. Вообще-то коврик не должен резаться. И дальше читаю. Режется. Думаю, нет. Скупой платит дважды. Не буду я рисковать. Заказала коврик Олфа. Тоже семьсот. Тысяча семьсот двадцать девять рублей. Наверное, легче было купить. Покрывала за эту сумму и голову не морочить. Но я думаю, что я сошью ни одно покрывало, ни одну подушку. Вообще люблю качественные инструменты. Что крючки, что спицы. Теперь вот петчворком занялась. Короче, будем творить. Будем вытворять. Ну а я захожу в дом. Включусь позже. Ну что, зашла я. Немножко отогрелась. Немножко занялась другим видом творчества. Тоже вам о нем расскажу. Вот вы видите вот эту улитку. Ну и покажу, как смотрится уже сшитые два блока. Вот. По мере продвижения, конечно же, это будет смотреться нагляднее. То есть, вот эти виды квадратов будут лежать по диагонали. А вот эти виды квадратов тоже будут лежать по другой диагонали. На мой взгляд, очень хорошо получается. Вы видите, что здесь темные джинсы, светлая полоска. Здесь наоборот, более светлое поле с темной полоской. Вот таких блоков я наделаю, в общем, мне нужно 20 штук на полноценное покрывало на большой диван. Ну то есть диван где-то метр шестьдесят на два, чтобы все закрывала, чтобы было хорошо. Где-то двадцать штук. Двадцать или шестнадцать, но тогда с широким, с широкой каймой здесь придется делать. Вот. Не совсем сейчас понимаю, как это все стегать на машинке. Конечно же, буду смотреть, чтобы закрыть изнаночную сторону, закрыть вот эти все швы. Я понимаю, что нужно полноценное полотно, которое каким-то образом будет простегиваться. Вот. Ну, в принципе, наверное, возможно это сделать на машине. Просто по вот этим вот местам, по большим блокам, вот так прострочить. Наверное, так и сделаю. Конечно же, опыта у меня маловато, но вообще захватывает. Сейчас, вот когда инструменты придут, наверное, дело пойдет гораздо быстрее. Ножом этим мне прям так и хочется поработать этим ножом, потому что ножницами так ровно не отрежешь. Да и ножницы у меня не совсем острые. Вот. Теперь в планах еще купить немецкие самоозатачивающиеся ножницы. Портновские которые. Так, давайте теперь покажу. Вчера идею я нашла, по-моему, канал Шебешик. А может быть, я ошибаюсь. И что-то так мне понравился этот коврик улитка, который ну просто очень быстро и легко делается. Когда уже шить глазки устают, а вечером они еще и плохо видят, то вот это рукоделие... Я же не могу сидеть без дела. Мне же надо целый день что-то делать. Вот. Прихожу к этому рукоделию. Это обычный гибкий шнур. Как его вязать, есть на канале. Вот. А получается вот такая красота. То есть навязываем гибкий шнур из пряжи трикотажной, двух цветов. Это мне одну пряжу высылал магазин Тедекор. Вот эту бордовую. А вот эту пряжу высылал эта пряжа киви сиреневый слон. Вот это остатки у меня остались. Из этой пряжи я помню, по-моему, шила сумку. Но вы представляете, теперь я говорю, шила. Конечно же, вязала. Вязала вот такую сумку. Она не очень практичная. Может быть, я даже ее распущу и свяжу теперь коврик. Она тяжелая, потому что трикотажная пряжа сама по себе тяжелая. В общем, так-то вот смотреть вроде как красиво, но тяжелая. Поэтому, скорее всего, я это распущу и дополню, ну, в общем, в какой-то, в какой-то коврик. Может быть, скомбинирую вот эту красную пряжу. Вот здесь же, вот эта вторая сторона красная. Вот будет красная с бордовым. Да? И свяжу коврик. Очень занимательная эта штука. То есть мы навязываем вот такой жгут. А потом берем у меня вот такая игла. Беру просто джутовый канат или джутовую нить и просто сшиваю вот здесь вот. Вот в эти петельки цепляемся. Вот в эту петлю, в эту петлю и сшиваем. Но нужно тоже сшивать на расширение. То есть, ну, вы там поймете, чтобы он не фолдил, нужно в одну петлю. Ну, допустим, если мы вот сейчас прихватимся за вот эту петлю и сюда. И потом вторую петлю отсюда мы опять вводим в эту. Ну, то есть, понимаете, чтобы коврик не пошел у нас вот так заворачиваться. Это просто чувствуется тут, где как получается через одну петлю, через две. Ну, в общем, вы увидите, будет фолдить или не будет. Вот. Очень хорошая сидушка. Может быть, на кончиках тоже какие-нибудь придумать бубенчики или бахрому. И будет вообще просто замечательная сидушка для летних каких-то стульчиков, веранд. Вот. Можно связать таким образом и коврик. В общем, такая занимательная тема. Причем, смотрите, и с этой стороны он смотрится отлично. Да, и с изнанки даже вот этот джут добавляет какой-то шар. Мне кажется, даже очень хорошо сочетается вот с этим покрывалом. Можно также вот этот круг получился у нас. Да? А можно же сделать овал. То есть, основание сделать побольше. Не сразу вот так закручивать, а допустим, взять какой-то отрезок и потом вот так вот по нему идти. И получится у нас уже овал. Вот овал я как раз хочу связать для вот этих кресел реечных, которые хочу соорудить. Вот к лету. Куплю брус. Там шпилька. Кресло называется кентукки. Кто не знает, забейте в ютубе и вы увидите, что это такое. Теперь вот там у меня лежит подушечка. Вы спрашивали, Лена, расскажи, как вы вяжете первый рядочек. Ну, давайте попробую. Не знаю, как это у меня получится. Значит, в центре у нас здесь либо 12 воздушных петель начинаем вязать, либо петля амигуруми. Соединили в кольцо, делаем 3 воздушных петли подъема и вяжем 2 столбика еще и провязываем вместе. То есть у нас получается 3 столбика с общей вершинкой. Дальше делаем 2 воздушных петли. Опять в колечко делаем 3 столбика с накидом с общей вершинкой, 2 воздушных петли. И, естественно, так идем до конца ряда. Здесь должно получиться восемь вот таких вот листочков. Когда дошли до начала, вот где мы делали петли подъема, мы сейчас вот здесь делаем 2 воздушные петли накид на крючок. Вот сюда входим под эту арочку начала и провязываем столбик с одним накидом. И таким образом мы находимся в центре вот этой арочки. Это и будет начало нашего следующего ряда. Дальше все просто. 3 воздушные петли подъема. Не снимаем, не закрываем в смысле их. Делаем накид на крючок, столбик с накидом, не довязывая. Еще один столбик с одним накидом, не довязывая. И потом все петли провязываем вместе. Получаем опять вот этот листочек или это называется 3 столбика с одним накидом с общей вершинкой. Далее делаем 2 воздушные петли, провязываем 3 столбика с одним накидом под следующую арочку, 2 воздушные петли, опять этот листик, здесь 3 воздушные петли, это угол у нас, ну то есть вот эти листики связали, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом под вот эту арочку, 2 воздушные петли, наш листочек или 3 столбика с одним накидом с общей вершинкой 3 воздушные петли то здесь только на углах получается 3 воздушные петли где наши вот эти листики а дальше везде по 2 воздушные петли так и опять повторяем 2 воздушные петли 3 столбика под вот эту арочку из 2 петель 2 воздушные петли уголочек из листочков пришли в начало и дальше вязание повторяется опять здесь чтобы оказаться в центре вот здесь вот этого элемента опять делаем 2 воздушные петли накид на крючок цепляемся за вот эту вот ну вот здесь короче за листик прям по дарочку вот сюда ныряем провязываем столбик с одним накидом и получаемся в центре вот этого нашего уголка опять делаем петли подъема вяжем наши 3 столбика с одним накидом с общей вершинкой 2 воздушные петли и здесь теперь по 2 по 2 столбика всегда идет по 2 столбика под эту арочку вот здесь идет на расширение везде вяжутся вот вы видите раз-два, раз-два, раз-два под все петли на углах подарочки мы вяжем по 2 столбика с одним накидом я схему узора вставлю сейчас на экран делайте паузу я думаю что когда вы посмотрите на схему и прокрутите у себя в головушке что только то что только я вам рассказала и вы я думаю что все поймете здесь ничего сложного здесь очень удачное соединение то есть поднятие вернее соединение рядов и поднятие на следующий ряд вот вот здесь происходит вот здесь ничего не видно здесь ровное полотно никаких соединительных столбиков это очень красиво смотрится точно так же как и вот в этом мотиве здесь тоже мы поднимались именно в уголочке чтобы нигде не было видно вот этих соединительных петель поднятие столбиков вверх так что дерзайте я думаю все у вас получится ну а поскольку началась можно сказать осенняя зима я ее так назову я нашла у себя вот такую замечательную шнурковую пряжу в остатке двух моточков это альпака эр лакшери лайн вот читайте линус до норд вот так называется я думаю что на шапку мне хватит вот оттенок наверное уже не помню кто был спонсором кто-то же мне присылал эту пряжу 15 процентов лана дальше что шерсть да вот 10 процентов полиамид а из этой пряжи я вязала платьице уже не помню как оно называется ношу его теплое ну вот остались два моточка и есть темно-серая пряжа я думаю что к этой шапочке можно потом связать и шарфик будет не знаю какие сейчас шапки носят опять надеюсь на ваши комментарии может быть подскажите мне что-то посмотреть какой канал вдохновиться буду очень вам благодарна ваши полезные комментарии помогают мне вот и с выбором инструментов и с идеями в общем где нужно я всегда вас прошу и вы мне всегда помогаете и за это вам громаднейшее благодарю ну вот мои хорошие не знаю сколько там видео получилось на этом я буду заканчивать покажу вам нашего красавца моего любимца вот такой вот котик-бегемотик Монечка я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока